всем привет ребята вы на канале джуля джи с вами июля я знаю что вы очень просили меня снять такое видео и сегодня я вам хочу показать всю свою канцелярию которую я уже купила на новый учебный год который у меня осталось первого курса и все вам рассказать показать что мне пригодилось что мне не пригодилось я думаю что такое видео будет полезно и будущим первокурсникам и просто школьникам вообще я думаю всем просто поделиться рассказать свой опыт так скажем потому что раньше видео на тему back to school на тему канцелярии у меня было очень много летом поэтому давайте начинать ставьте лайки подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой телеграм-канал он сейчас вот тут можете подписаться по ссылочке в описании и я еще буду очень много видео снимать думаю что несколько точно выпущу про канцелярию потому что все равно эта тема мне интересно если вы смотрели мои предыдущие ролики вы наверное конечно знаете что я переезжала в новую квартиру и конечно же всю канцелярию я складывала в какие-то контейнеры боксы сейчас хочу вам показать такой из них это контейнер с прошлогодней канцелярии то есть который я использовал на первом курсе такой вот бокс у меня тут получается осталось канцелярия которую я пользовалась на первом курсе первое что вам показываю это вот такие вот блоки для записи видите у меня их мало осталось потому что часто ими пользовалась на самом деле писать было удобно а вот эти вот закладки было ими честно неудобно пользоваться они постоянно откреплялись хоть на них можно писать но честно не особо прям удобно поэтому в принципе блоки для записи свету а вот эти закладки такие вот покупать не особо советую возможно мне просто не повезло именно что они не особо липкие и не прикрепляются к тетрадке этот наборчик кстати у меня из магазина лилка пользовалась я этими закладками очень часто они безумно удобные и в принципе конечно писать на них неудобно потому что они видите из такого материала не бумажного но удобно ими что-то помечать разделять какие-то допустим там листочки и так далее еще у меня есть калькулятор я им очень редко честно пользовалась последнее вот время на математике когда у нас начались вероятности и нам нужен был калькулятор а так в принципе я покупала как раз таки на всякий случай но пару раз он действительно был мне нужен особенно когда были какие-то контрольные нельзя было пользоваться телефоном чтобы посчитать допустим что-то и калькулятор тогда выручал это у меня просто тут обычная линейка то мне такие блоки записи на мне кажется это было просто какая-то спонтанная покупка потому что по факту они не очень удобно и не очень маленькие и записывать тут что-то прям как-то неудобно вы тоже покупал в начале прошлого года я им не воспользовалась как видите он новый вообще моя любовь я их заказывала на зака . ру мне не очень понравились эти ручки получается знаете такие вроде бы гелевые также они отдают каким-то перламутром у них очень классные стержень и он такой вот тоненький и ими писать что-то выделять честно одно удовольствие поэтому я их часто беру с собой вместо допустим текстовы делителей прям самое самое то у меня ведь вот такие вот классные цвета и вот на зака . ру вы можете тоже их найти этот текстовы делитель у меня из гламар то у него жидкие чернила он видите уже закончился поэтому сейчас выпрошу но тоже текстовы делитель в принципе хороших хватает надолго следующий текстовы делитель мы сейчас вам проверим я вообще не знаю что ли он или нет кстати пишет представляете потому что я им целый год пользовалась он сих пор работает у такие вот маленькие миниатюрные текстовы делители тоже заказывала узака . ру мне они безумно нравятся потому что помещаются просто в любой пенал и в принципе им удобно пользоваться у них хороший цвет и я тоже буду ими пользоваться на втором курсе дальше это просто обычная замазка нужно вообще проверить работает ли она потому что я и тоже пользовалась весь год наверное нужно выпросить мне кажется что она уже хотя на работу кстати дальше мне просто идет клей и еще тут идет скотч вруми также не использовалась потому что у меня как бы карандаши все поточены потому что я не пользуюсь и вот много точилок такая точилка вообще мне кажется точилка из таиланда очень давно я покупала есть еще такая точилка смотрите просто обычная не знаю зачем столько наверное нужно выбросить некоторые точилки вот еще одна такой вот карандаш я пару раз все пыталась им пользоваться именно простой карандаш, но мне тоже он был не особо нужен. Работает это автоматический карандаш. Вроде бы в Лилка заказывала. Дальше у меня просто такие вот два фломастера лежат. Видимо, вместо текста выделителей. Давайте тоже проверим. Но он уже очень плохо работает. Я сейчас его выброшу. Наверное, тоже не работает. Да, желтый уже тоже плохо работает. От Берлинга. Они очень классные. Если вы их увидите, то заказывайте. Просто я заказывала zaka.ru, поэтому я их больше пока что не покупала, но потом возможно возьму. Берлинга Rapido. Очень классные. Прям вообще мне безумно нравятся. У них правда стержень тоненький. Сейчас видите его. Нет, потому что она сама по себе уже закончилась. Я тоже сейчас ее выброшу. Ручки разные. Сейчас я отправляюсь на прогулку, но перед этим хотела сделать себе укладку, а именно гофре. Я, конечно же, знаю о том, что волосы нужно беречь. И особенно, когда ты используешь на них какие-то горячие температуры по типу утюжков, фена и так далее. И я уже больше неделю пользуюсь такими вот двумя классными средствами от бренда Hair Wow. У меня вот такая вот кремовая, несмываемая сыворотка для волос 15 в 1. Парфюмированная коллекция по мотивам аромата от Tom Ford Lost Cherry. К слову, это мой сейчас самый любимый аромат. Я его просто обожаю. И второе, это термозащита для волос до 230 градусов. Когда я использую эти два средства вместе, то я сначала наношу всегда термозащиту, потому что консистенция в нее водообразная. Наносится она с помощью распыления и, кстати, не утяжеляет волос. Знаете, аромат просто прекрасный. Сочетание мускуса, персика, бергамота и белого кедра идеально. Дальше я наношу сыворотку 15 в одном. То есть я ее наношу на руки. С помощью распределения по рукам она превращается в кремообразную структуру. И после этого я распределяю ее уже по волосам. Знаете, обожаю просто аромат от Tom Ford Lost Cherry, как я уже говорила. Вы можете заказать, конечно, отдельно и пользоваться либо термозащитой, либо 15 в одном. Но я очень люблю эти средства оба вместе и использую их уже так неделю. Так, сейчас у меня греется плойка. Эти оба средства с аминокислотами. Также они облегчают процесс расчесывания. У них роскошный аромат. Еще они предотвращают спутывание, разглаживают волосы по всей длине и придают блеск и гладкость волосам. Просто лучшее, что я вообще видела. И, конечно же, я обязательно вам советую их к покупке. Рекомендую. Ссылочку оставляю в описании. Что ж, переходим к тетрадям. Эти тетрадки у меня остались с первого курса. Конечно же, я думаю, что вы будете их видеть еще не один курс, потому что эти тетради у меня со сменными блоками. Получается, тут такая вот тетрадка, точнее, обложка. И внутрь мы можем вставить сменные блоки. Просто любые листы, какие вы хотите. Я, допустим, покупаю обычно листы в Ашане. Тетрадка у меня из магазина ОК. Покупала ее в начале года. Мне она, не скажу, что прям очень нравится, потому что у нее обложка картонная. Прям очень такой неплотный картон. И мне кажется, что она может помяться. Но, в принципе, за год у меня с ней особо ничего не приключилось. Все с ней в порядке. Тут такой милый котейка. Она желтая, яркая, красивая. Следующая тетрадка у меня вот такая вот мятная. Очень красивая. Идеально подходит сейчас под мой маникюр. Я ее заказывала на Валберес. У нее уже плотный такой картон. И мне она, честно, больше всех, наверное, нравится. Еще вот это тоже просто мой фаворит. Я ее покупала у Лилка. Она мне нравится своим дизайном. Также тем, что тоже из плотного такого картона. И в нее помещается большое количество листов. Дальше у меня такая тетрадка на кольцах. Я ее тут обклеила наклейками. Дизайнерское решение от Эрик Раус. И я ее покупала в Ашане. Она, наверное, была моей самой первой тетрадкой, которую я вот купила такую. Потом поняла, что это реально тема. И решила еще взять несколько. Они, кстати, вмещают по-разному в себя листочки. То есть, допустим, вот эти две тетрадки я могу вместить два-три предмета, потому что очень много листов помещается. А вот в эти максимум, наверное, один. Бывает два. Но когда мы немного пишем на предметах. Если, допустим, предмет такой большой, именно когда много пишешь, то сюда поместится только один предмет. А вот в эти спокойно у меня помещается два точно. Может быть, даже три. Во время учебного года я часто покупала сменные блоки. Сейчас не вижу смысла покупать очень много, потому что магазины не закрываются. У нас все есть в наличии. Но я все равно купила на первое время. Получается, первое это вот такие вот сменные блоки. Цветные. Кстати, фирма Каждый День. Это фирма Ашана. Самые дешевые сменные блоки. Советую. Хорошие листы. Ничего плохого я не заметила. Они у меня такие, смотрите, получается, в фиолетовую клеточку. Мне очень понравилось. Я часто беру именно такие вот, знаете, листочки. Они вроде бы белые, то есть не полностью цветные. Но в то же время у них есть какая-то изюминка. Такие вроде есть и голубые, зеленые. Я за весь год все цвета перепробовала. Взяла сейчас вот такой вот фиолетовый. Дальше это у меня полностью розовые листочки. Но честно не скажу, что прям на них очень удобно писать. У меня были такие синие листы. И на синих листах было, ну, не совсем удобно писать. Но я все равно решила как-то, знаете, приукрасить жизнь учебную. У меня самые простые листы от фирмы Каждый День. Это сменный блок 80 листов. Мне, в принципе, таких листов хватает. То есть я сейчас купила все эти 4 пачки. Я думаю, что мне хватит на месяца 3-4. Наверное, еще очевидный плюс таких тетрадей со съемным механизмом, это в том, что когда, допустим, ты дописываешь конспект дома, что-то не успел дописать, ты можешь просто написать на вот этом листике и вставить его в тетрадку, и будет идеальный конспект. То есть не будет никаких передвижений по теме. То есть один абзац тут, один абзац там, и как-то все будет идеально. И мне прям очень много раз это выручала, потому что я писала прям, знаете, красиво. То есть получалось так, что вся тема шла плавно, ровно, и не было там передвижений по тетрадке. В одном месте это написано, в другом это. Короче, удобно, когда ты просто можешь добавить листик, и у тебя получится идеальный конспект. Вечная проблема с ежедневником. Я никак не могу себя приучить его заполнять. То есть я заполняю, знаете, так месяц заполняю, месяц не заполняю. Поэтому он мне наполовину пустой. Вообще это как бы ежедневник, наверное, уже все, потому что тут ровно год скоро пройдет. По июнь 2023 года, да. Как бы половина у меня просто он пустой, но я все равно им пользовалась. Я советую, в принципе, завести студентами ежедневник. Это удобно. Если вы никак, я постоянно забываете про него, пишите все в телефоне, в заметках, то это будет отличный вариант. Вместо, допустим, школьного дневника все записывать, домашки и так далее. Но я чаще пользовалась электронным ежедневником, даже заметками. И мне, в принципе, всегда так удобнее. Но обычные у меня тоже есть. Вот красивая тетрадочка. Я на самом деле ей пользовалась. И тут просто убрала листики. Она не со съемным механизмом, но тоже тут было удобно убрать листочки. И, в принципе, у меня осталось где-то еще, наверное, листочков 40. Я тоже буду, возможно, ей пользоваться. Листочки тут, конечно, плотные. Прям очень удобно на них писать. Ну, дальше у меня вот такая стопка тетрадей. Очень понравилась сама тетрадка. Небоскребы. И она внутри в клеточку. 96 листов. Возможно, какой-то предмет пригодится, но в прошлом семестре мне пригодились две тетради на 96 листов. Точнее, в прошлом году в двух семестрах. Иногда бывает, правда, удобнее писать в таких тетрадях, нежели в тетрадях со съемными блоками. Я, допустим, писала в тетрадях 48 листов по английскому языку. Наверное, в следующий год я заведу тетрадку 96 листов, чтобы сразу два семестра поместилась в одной тетраде. Это тетрадка на 48 листов. Тоже в клеточку. Все, кстати, покупала в Ашане. Потому что захожу в супермаркет, просто беру тетрадки. Почему бы и нет? Дальше тетрадка у меня с авокадо. Тоже 48 листов. Тетрадка из магазина фикс прайс. Там тоже очень много разных тетрадей. Всегда было и есть. Вот такая вот она у меня. Необычная. В клеточку. Сзади, кстати, смотрите, тоже какой-то дизайн. Я чисто ее брала, просто потому что мне понравился сам цвет. Дальше это у меня вообще скетчбук. Остался еще с прошлого года. Но так как он у меня новый, я решила показать его в новой канцелярии. Это у меня скетчбук на 100 листов. Я не знаю, буду ли я его использовать. В принципе, можно тоже использовать как тетрадку. Очень красивая, такая прям нежная. Листочки тоже внутри приятные. Они, кстати, в точечку. У меня это уже вторая или третья тетрадка в точечку. В принципе, удобно писать. Сильная разница не заметила. Красивый скетчбук. Это скетчбук летний пейзаж. 48 листов. Честно, мне очень нравится, как он выглядит. Такая вот мягкая, приятная обложечка. Также внутри очень приятные листочки. Это тетрадка из магазина Лилка. 48 листов. Она у меня в клетку. Тоже я ее еще не использовала. Думаю, что на какой-то предмет отлично подойдет. Можно как раз таки подписать. И, в принципе, такой формат тоже удобен. На каждый день я такие тетрадки не использовала, потому что не особо удобные, из-за того, что они довольно-таки большие и как бы в сумку не особо помещаются. Ну и громоздкие. А вот для экзаменов мне, знаете, отлично они были, потому что я готовилась, писала в них. И, в принципе, для экзамена, для подготовки прям супер. У меня, получается, такая вот тетрадка «Хочу и могу». В Ашане они продаются. Дальше. Следующая тетрадка у меня «Мечтаю» и «Сбывается». Они у меня все в клетку. Это, наверное, да, 48 листов. Такие вот красивые, смотрите, у них цвета и надписи мотивационные. Уже большая тетрадь, 96 листов. Тоже в клетку. Вот такая вот. Хотела показать такие вот разделители от фирмы «Хадбер». Тут у меня их 5 штук. И на самом деле это реально самые удобные, недорогие разделители. Я вам могу их посоветовать. Получается, как они вообще работают. Ты берешь вот такой вот разделитель, вставляешь его в тетрадку со сменными блоками, тем самым отделяешь одни листы от других, предмет один от другого. На самом деле это очень удобно. Я прикрепляю сюда предмет, то есть пишу, допустим, на листочке сам предмет, потом просто креплю скотчем и очень удобно. Поэтому вообще советую. Дальше переходим к пеналам. Пеналы я очень люблю. Пеналы я ношу. Мне они нравятся. Первый пенал у меня от «Филл Ревен Канкин». Это прям, наверное, самый мой любимый пенал, потому что он тканевый. В него очень много всего помещается. Его можно стирать. И, кстати, несколько раз его стирала в стиральной машинке, чтобы он был красивенький, красивенький, чистенький. И прям вообще это самое-самое то. Мне очень нравится его цвет. Опять-таки подходит под мой маникюр идеально. И пеналы вот от этого бренда «Филл Ревен Канкин» просто идеальные. Розовый такой вот простенький, яркий, но, конечно, все равно классный. Дальше вот такой очень классный пенал, наверное, тоже мой один из самых любимых. Это пенал с гусями от «Зака.ру». Мне очень он нравится. Во-первых, тем, что он прозрачный, потому что ты сразу замечаешь, что в нем лежит. И, конечно же, своим принтом. Просто посмотрите, как классно это выглядит. Гуси. Гуси топ. Пенал от бренда «Лилка». Честно скажу, что этот пенал не особо удобен, потому что он просто вот так вот закрывается. То есть, видите, с этой стороны и вот с этой. И, конечно, в нем канцелярию хранить не особо удобно, но когда я беру прям по минимуму, то, в принципе, я его с собой как раз-таки и ношу. Мне нравится его принт, такой яркий, с авокадиками, тоже очень красиво. У меня, наверное, не отпадет традиция заказывать пеналы на каждый учебный год, хотя у меня еще много других. Но я заказала себе вот такой вот пенал, смотрите. Он темно-фиолетовый. Тоже, знаете, такой прикольный. У него хороший материал, мягкий. И, в принципе, сюда довольно-таки много чего помещается, поэтому я буду, думаю, его носить часто. Дальше, что у меня есть такой вот набор с листочками для заметок. Это у меня тоже бренд Lilka. Красота, такие вот горы, прям нежный такой оттенок. И такими листочками я тоже часто пользуюсь, потому что что-то, допустим, тут написать или даже, знаете, когда я что-то учу, я, бывает, пишу на таких маленьких листочках и просто потом куда-то прикрепляю и, собственно, учу какую-то тему, какие-то слова, допустим, если про английский говорить. Ну и, в принципе, мне нравится, что такие вот листы у меня есть дома. Кстати, есть еще вот такой классный набор с бумагой для заметок. Просто посмотрите, как классно открываются. Тут, получается, есть такие вот маленькие листочки для заметок, также есть прям большой лист для заметок. Мне кажется, это удобно, знаете, писать сюда рецепты или писать список продуктов, брать с собой и прям вообще, мне кажется, must have. И также есть такие вот маленькие закладочки, тоже бумажные, на них тоже можно что-то записывать и, допустим, в тетрадке помечать, что нужно. И, знаете, у меня в начале года был такой, наверное, взик, я всегда писала черными ручками практически везде, но потом я перестала писать, опять начала писать просто шариковыми синими ручками. И сейчас у меня вот такая вот коллекция, вы можете видеть на приближенной съемке. Я сейчас пользуюсь ручками от фирмы Flex Office. Эти ручки я заказываю на Valberis, у них уже очень много я ручек перепробовала, то есть разных, знаете, там форм, разных толщины стержня, то есть прям разные всякие ручки, у них очень много выбора. И на Valberis представлено тоже много. Мне нравится заказывать сразу таким опытом, то есть там 30-20 ручек, прям очень удобно, когда ты знаешь, что у тебя сразу там 20 ручек, и тебе их хватит на 2 месяца, на 3. Стоит, кстати, вообще недорого, я эти ручки покупала, ну, наверное, не дороже 300 рублей, возможно, даже где-то 200 рублей они стоили, ну, прям очень дешево, чем покупать в магазине, искать, постоянно ходить, и так у тебя уже есть ручки, и тебе не нужно париться там 2-3 месяца, точно у тебя есть запас. Кстати, еще есть два идеально просто новых карандаша простых, но честно, я могу вам сказать, что можете купить один какой-то карандаш, возможно, он вам пригодится именно в УЗИ, возможно, нет. Мне лично эти карандаши вообще не пригождались, может быть, один раз, несколько, там, когда у нас был русский язык, потому что я что-то себе подчеркивала, выделяла ручка, это было бы не так красиво в стразе, поэтому я пользовалась карандашами. Очень редко ими пользуюсь. У меня есть таких вот маленьких канцелярских принадлежностей, это классная замазка. Эта замазка у меня тоже из магазина Лилка, вроде бы, или Закка, мне очень понравилась она своим таким вот цветом, мятная, также написано будь позитивным, и я, конечно, замазкой, бывает, пользуюсь. Что мне также пригодилось, не знаю, возможно, кому-то это будет не нужно, кому-то тоже нужно, но просто хочу рассказать, я пользовалась такими вот папками, то есть это просто обычные папки, А4, такая вот есть красивая розовая папочка, вот такая красивая еще середнего папка, есть также с прошлого года, которыми я пользовалась активно, но они немножко уже прям не в нормальном состоянии, потому что, когда я их потом, знаете, после того, как документ какие-то сдала или какие-то работы, я их клала просто в сумку, вот так вот, и они, конечно же, приняли немного не такой вид, какой должны были принять, но тем не менее, у меня есть такие вот и Новый год, такая вот классная папка, розовая, прям очень, знаете, такая жесткая, то есть в ней будет точно ничего не мяться, и есть такая вот папка сиреневая, она, конечно, немножко уже какая-то помятая, этот степлер я заказывала на Валперес, он стоил прям вообще недорого, удобный, не сломался за один год, хотя я его использовала довольно-таки часто, и скобы тоже заказывала на Валперес с начале года, у меня еще очень много их осталось, прям целая, наверное, упаковка практически, поэтому советую. Ну что ж, какие общие советы я хочу вам дать вообще по поводу канцелярии? Я хочу вам сказать о том, чтобы вы не покупали очень много канцелярии, потому что все зависит от вуза, в котором будете учиться, возможно, вам, допустим, вообще не нужно будет очень много писать, возможно, вам не нужно будет очень много тетрадей, или наоборот, вам нужно будет очень много тетрадей, различных канцелярских принадлежностей и так далее, потому что везде все по-разному. Я советую вам просто купить на первое время несколько тетрадок, возможно, такую тетрадку со сменными блоками, и, в принципе, я думаю, что этого вам будет достаточно, потому что везде есть разные, везде разные, так скажем, преподаватели, разная система, и поэтому я думаю, что лучше вам не тратить сейчас много денег, не тратить много денег на канцелярию. По сравнению со школой, конечно, гораздо меньше канцелярии у меня уходит, и, в принципе, стало как-то легче, знаете, ориентироваться, стало легче к тетрадям, то есть подходить, потому что я, допустим, могу купить эти сменные блоки, ставить тетрадь, и все, и у меня уже есть готовая тетрадь, а в школе надо было купить еще такую тетрадь, такую, предметных кучу, и поэтому, конечно же, в этом плане, мне кажется, удобнее. В принципе, мне сейчас вот покупать ничего не нужно, у меня все есть, если что-то нужно будет в начале года, допустим, нам что-то скажут, то я куплю. Я проанализировала всю свою канцелярию, что уже купила, и вот мне, думаю, больше ничего из канцелярии не нужно. Я думаю, что еще выйдут такие видео, так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, вы сейчас его увидите тут, и ссылочка в описании. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юля, всем желаю счастья, любви, добра, до новых встреч, и всем пока-пока!